Всем привет! Меня зовут Гавришин Андрей, вы на канале Володя ТВ. И сегодня у нас будет разбор на разбор iXPT Games, почему они воруют деньги, почему они самые худшие в мире разработчики игр. Я не знаю, конечно, кто такие iXPT Games, но, наверное, они делают что-то очень важное. Раз все так много о них говорят, и это возможность подняться моему каналу с колен, наконец-то воспять полной грудью, вдохнуть полной грудью, выдохнуть полной грудью и упасть в обморок. В общем-то, канал iXPT Games был создан в 2011 году по просьбе Владимира Владимировича Путина. Он спонсировал этот проект из Кремля благодаря партии Яблоко и партии Дети, а также Путин Югенту. Он туда тоже деньги сбавлял. После этого он, короче, сказал прорекламировать через 13 лет игру, смута, которая еще не вышла. И заплатил вперед авансом. Вот эти все 13 лет все это спонсировал Кремль, спонсировал лично Путин. У Путина поэтому сейчас нет денег, и он не может раздать их никому, потому что все он отдал iXPT Games. И теперь самое важное. Навальный пытался копать под iXPT Games, но его уже арестовали в аэропорту. Как только он хотел выкрикнуть при всех, крикнуть iXPT Games, вот настоящий Гитлер, ему сразу же закрыли рот, увезли в неизвестном направлении и заставили молчать. Потому что люди не должны знать, куда деньги с налогов уходят, а они уходят прямиком к iXPT Games. И я повторюсь, я не знаю, кто такие iXPT Games, я знаю только BTS Games, но это сложно, сложно. И сейчас в интернете активное бурление говна. DeadP49 снял свое видео для того, чтобы показать людям, насколько же лицемерные и отвратительные люди, которые спонсируют вот эти все игры, которые делают им рекламу. Он облегчил DeadP47, и с того дня он пытается вновь уничтожить мир. Простите, я потерял текст, это книжка по Вархаммеру, а с того дня он пытается уничтожить игровую индустрию. Вот это правильный текст, простите, дорогие зрители и подписчики. Вы понимаете, какая сложная тема у нас здесь на канале. Мы должны собрать 10 тысяч подписчиков на канале для того, чтобы выпустить вторую часть. И если под этим видео будет 0 лайков, мы обязательно сделаем третью часть. Возможно, она выйдет даже после первой части, но возможно и после четвертой, а может и до второй, я не знаю. В общем-то, XBT Games это кровавый Гитлер на троне из молодых пончиков, вкусных с вакрицей. Что-то есть хочется. Хотя я только что поел маминого супчика. И еще несколько дней я не смогу съесть маминый супчик, потому что мама уехала в другой город, а меня оставила одного. И теперь мне 30 лет, я один, у меня нет мамы, мама уехала. Я не умею варить супы, я не знаю, что такое супы. Я не могу есть супы, потому что я уже наелся. Простите, я немного заговорился, у меня небольшая проблема с памятью. Я бы хотел вернуться обратно к теме Dixbit и рассказать про то, почему они кровавый Гитлер на троне из кровавых долларов. Дело в том, что они получали деньги из налогоплательщиков. Да, налогоплательщики они не знали, что они платят им. И когда XBT Games были раскушены, как лакричный пончик, тот заплакал кровавыми слезами и сказал «Смута, смута пришла, смута, платите деньги за смуту, купите смуту, купите смуту». Но вот этого антихриста, его не слышали, его не слушали. Потому что все потом пошли покупать Baldur's Gate 3. И потом на третий день вышло обновление в Fortnite. Было классно, было супер, но во второй день все уже прикрыли, все уже прикрыли. Не было уже обновления, не было. Но 9 сентября случилось, 9 сентября 2023 года избрали Трампа. Это невозможно, невозможно. Невозможно, чтобы избрали Трампа. Его избрали в 2025 году. Но, в общем-то, неважно. Цель в другом, цель в третьем. В четвертом, в общем-то, я все рассказал вам про ситуацию с XBTTTT Games. И вот, если вы хотите послушать еще психологический разбор психоаналитического, психоактивного стимулятора долбоебов, вы можете подписаться на мой канал. И тогда следующая серия не заставит себя долго шрать. Вот, все-таки вот, все. Это все, что я хотел рассказать про ситуацию с XBT Games. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, купите деньги, продайте деньги. И потом, не знаю что, обменяйте их на Baldur's Gate 3. Не смешно.